Всем привет! Сегодня швейный влог начинается так. У нас весна, тепло, солнышко, уже можно ходить вот так нараспашку. Я вас приветствую! Сегодня будем с вами опять шить, посмотрим новые ткани, которые я получила, наведем немножко порядка. В общем, как всегда, поехали! Ну и пока я ходила по делам, немножечко записала вам Ростова-на-Дону. Ну, это площадь Ленина. Я здесь живу неподалеку. Это почти центр. Меняется стремительно город. Вот там вдалеке желто-коричневые многоэтажки выросли в последнее время. Синее-белое здание. Это раньше было ракетное училище. Сейчас уже там какое-то другое учебное заведение. Не меняется. Дедушка Ленин стоит все так же на своем месте. Там возле него есть скверик, лавочки. Можно посидеть, отдохнуть. Вот такой у нас город. Ну, а мы возвращаемся домой. Хочу с вами также поделиться. Распаковочка из мешка уже вынула. Из магазина 1 метр ткани. Взяла накладную. Сейчас вам расскажу, что заказала. Ближайшие планы на пошив. И кое-что из этого мы с вами будем шить прямо сегодня. Значит, сверху у меня лежат две кулирочки, из которых я уже вам показывала. Всегда беру в 1 метр ткани эту кулирку хлопчатобумажную для домашней одежды. Сейчас приближается тепло. У нас очень жарко в Ростове. Поэтому сошью себе вот из этой какое-то летнее платьюшко такое легенькое. А этот отрезик, не знаю, может быть, маме сошью или кому-то еще. Футболки, тоже домашнее платье, ночнушки. Всегда беру эту кулирку. Чем еще хороша эта кулирка? Она широкая, метр восемьдесят шириной. А цена всего триста сорок рублей за метр. Очень-очень выгодно получается. Дальше взяла почему-то, не знаю, практически две одинаковых кулирки цвета Петроль. Видимо, так понравился мне этот цвет. Но одна из них вот такая называется Штрих. У них она еще называется Фламли. Кулирка с такими вот штрешочками, полосочками. Это такое плетение. И второй цвет чуть-чуть потемнее. Это обычная классическая хэбэшная окулирка. Сын растет сейчас не по дням, а по часам. Ему 13 лет исполнилось. Тянется, тянется вверх. Поэтому тоже ему летние футболки очень даже будут кстати. И вот такой взяла тоже похожего оттенка муслин. Он двухслойный. Надо будет его продекотировать, потому что муслин очень сильно может сесть. Вот, он тоже очень легенький. На лето очень хорошо. Может быть тоже или сыну какую-то рубашку сошью. Или костюм, например, рубашку и шорты. Или себе. Посмотрим. У него цена 420 рублей за метр. Тоже отличная цена. Так, вот этих птичек я вам уже показывала в прошлый раз, когда распаковку делала из одного метра ткани. Очень мне понравилась ткань. Я взяла изначально ее на рубашку, думала. Но она такая нежная, мягенькая, приятная, что я придумала и решила сшить платье. Да, заказала еще один кусок. И сегодня вот именно из нее мы с вами будем сшить платье. О нем я вам попозже расскажу. Так, и осталось два отреза. У меня в этот раз почему-то все практически в синей гамме. Это футер двухнитка, петля, чисто хлопчатобумажный. Вот такой цвет василек, по-моему, называется. Ну, такой прям электрик яркий. Здесь петельки. И он достаточно тонкий, потому что вот сейчас потеплеет. Уже в футере с начесом в трехнитке не походишь. Очень жарко. Трехнитка петля тоже достаточно плотный. А вот этот двухнитка, он такой тоненький, легенький. Даже летние шорты из него шьют. Часто можно встретить в магазинах. Ну, летом все равно у нас такое не поносишь. Но весной точно можно. У меня здесь большой отрез. Хватит на костюм, например, какой-то спортивный. И последний отрез. Это вот такая красная кулирочка. Очень хорошего качества. Так, сейчас найду. Она, по-моему, с лайкрой. Да, она с лайкрой. 95 хлопок и 5% лайкра. Хорошо тянется. И лайкра не дает ей терять форму. В общем, вот я люблю кулирку с лайкрой. Взяла 2 метра на какое-то тоже летнее платье. Вспомнила. Когда-то я шила платье из бурды. Такое тоже из красного тонкого трикотажа. Если найду эту выкройку, то повторю. Оно мне очень нравилось. Но не нашла пока тот журнал, из которого я ее и шила. Вот. Такая распаковка. И сейчас приступим с вами к вот этим птичкам. Эта ткань уже продекотирована. Она не села. Это называется перкаль. Но она не для постельного белья. А вот именно плательная. И находится в разделе, где ткани для одежды. Очень мягкая и приятная ткань. Ну, а вам я напоминаю, что на покупке в магазине 1 метр ткани действует скидка по промокоду Таланова. В течение 14 дней с момента выхода этого ролика. Ссылочка будет в описании. Нажимайте на слово еще. И там развернется описание со всеми ссылками. Заходите в магазин. Выбирайте себе тканюшки. Получается, этой ткани у меня здесь 3 метра. В кусках 1 метр и 2 метра. Платье я буду шить вот такое. От сервиса Laform. Очень много женственных красивых платьев у этого сервиса. Вот я решила начать с него. Платья там идут под номерами. 0,429 называется. У него такой интересный рукав. И вообще романтичное такое платье. Сейчас распечатаю выкройку и покажу вам пару лайфхаков. Выкройка у меня вот в таком печатном виде. На листах А4. Обычно для выкройек я использую потребительскую бумагу. Вот такую. Она более тонкая. Похоже чуть-чуть качеством. Но для выкройек это не важно. Но такая тонкая бумага, во-первых, дешевле намного. Не жалко ее пускать на выкройке. Потому что обычно требуется много листов бумаги. От 20 до 40 листов. И второй плюс этой бумаги в том, что она складывается и хранится более плоско. То есть занимает меньше места, чем вот такая бумага. Но, к сожалению, закончилась у меня потребительская. Поэтому напечатала на обычной белой бумаге. И есть такой лайфхак. Как сделать так, чтобы не обрезать поля. На каждом листе есть вот такие поля. Где-то по полсантиметра с каждой стороны. И чтобы склеить выкройку. Здесь она у нас склеивается вот так. По короткой стороне сначала. То есть нужно вот эту сторону обрезать. Совместить линии и склеить. Чтобы этого не делать, можно сделать таким образом. Я беру несколько листочков. Вот, например, пять. Складываю их точно друг на дружку. И дальше берем ножнички. И вот так вот отрезаем уголочек. Так, чтобы линия проходила ровно вот где напечатанный уголок. Чтобы она через него проходила. И здесь точно так же. И делаем так на всех листах. Я обрезала уголки со всех четырех сторон. И теперь мы берем листы эти по очереди. Мажем клеем и вот здесь вот совмещаем линии. Уголки срезаны и видно, где линия проходит. И делаем так, чтобы вот эта верхняя линия была единая и ровная. И вот таким образом склеиваем. Дальше берем следующий лист. Так же промазываем. В последнее время попадаются мне какие-то ужасные клеящие карандаши, которые плохо склеивают. Надо тщательно смазывать и тщательно вот здесь проходить потом, чтобы все склеилось. Ну и в принципе дальше все просто. Продолжаем пока вся выкройка не будет склеена. Склеиваю здесь в ряды и потом уже ряды между собой. Так же как и в пэтчворке в блоках. Соединяем дальше. Продолжение следует... Если ткань не слишком широкая, как футер, например, а шириной 150 сантиметров, то краю я обычно на своем столе задействую там стол швейной машины. Вот так вот все раскладываю. Прикинула сейчас ткани у меня тут предостаточно. Разложила выкройки. Они уже даны с припусками на швы. Остается только обвести и вырезать. Можно не обводить, вырезать сразу. Потом нанести все метки. Тут уже кто как привык. И использую я вот такие еще грузики. Смотрите, мне подарила моя подруга. Они невероятно гладкие. Видите, такие прям глянцевые. Очень приятные. Там есть утяжелители внизу. И грузиками придавливаем свою выкройку. Можем обвести, чтобы ее не прикалывать каждую выкройку. А вот так вот придавили по четырем сторонам. И все, можно свободно обводить. Она никуда не сдвигается. Это сделано из яблони, мне сказала Лена. Ее муж делает сам эти штучки. Она мне подарила. Я была очень приятно удивлена. Она сказала, что он их делает на заказ. Ну, вернее, у него уже есть какое-то количество. И можно заказать, купить. Я вам оставлю ссылочки внизу. Кто захочет себе такие очень приятные тактильно грузики, можете заказать и вам пришлют красоту. Ну, а я буду сейчас кроить и потом собирать на примерку. У меня есть одно сомнение и хочу спросить у вас совета. Собираю к примерке я на машинке вместо сметывания ручного. Нужно поставить длину стежка на максимум, который у вас есть. У меня 5 миллиметров стежок. И ослабить натяжение верхней нити. Вот здесь у меня на нуле стоит. Здесь есть сборочки. Я их уже собрала. И просто теперь соединяю свои детальки. Также на ширину припуска, как они и будут уже стачиваться. Вот здесь, например, у меня уже пришита одна деталь. И после примерки эта строчка легко удаляется. Я специально вниз поставила голубые нитки, чтобы было понятно, какая строчка снизу. Если с двух сторон одинаковые нитки, тогда непонятно, какую выдергивать. А так понятно, что выдергивать надо голубую ниточку и она легко вытянется. Можно разрезать в нескольких частях и легко удалить эту наметку после примерки. Так, ну, мой вопрос отпал сам собой. Платье вариативно и можно сделать как сборочки вот здесь и вот здесь, так и заложить складки. Ну, я примерила, уже понимаю, что сборочки мне не нравятся на каком-то шелке, более струящейся ткани. Они будут смотреться красиво. Здесь они какие-то слишком объемные и получается слишком пышно. А вот как выглядит складочка, мне нравится. И тут еще такие рукава тоже будут со складками. И я думаю, оставлю все-таки вот этот вариант. Ну вот, платье почти готово. У меня все здесь уже практически сшито, кроме рукавов они не втачены. И нужны еще пуговички. Здесь застежка на навесные петли и маленькие пуговички. Их нужно купить еще. И подшить низ осталось. Значит, у меня тут проблема выбора. Как видите, два разных рукава. Вот этот левый рукав, он, как и задумывался, по выкройке с такими интересными складками. Но он прибавляет объема в верхней части. И фигура становится такой прямо плечистой. И меня это немножко смущает. Я сделала второй рукав на основе обычного вточного рукава. Смоделировала здесь такие небольшие складки. Кстати, автор этих выкраек всегда, если какие-то сложные детали, например, сложный рукав здесь смоделирован, она дает и простой рукав, обычный вточной, без всякого моделирования, чтобы вы смогли сделать это сами. Вот, как, например, я сейчас сделала. Еще у нее бывают часто юбки разные. И можно в выкройках что-то поменять на свое усмотрение. Вот. Напишите, какой вам больше нравится рукав. Я вам сейчас постараюсь показать еще полный рост. Потому что сборка у меня есть еще на юбке. И здесь сборка. И они как бы перекликаются. Спинка выглядит вот так. В целом, платье мне понравилось. Осталось дождаться лета, хорошей погоды. И можно будет носить. Ну и снова вернусь к теме организации хранения. Уже мы с вами организовывали в прошлых влогах хранение всяких швейных штук. И вот здесь вот у меня, отгадайте что, правильно, выкройки. Сложены вот так, вот в таких больших двух коробках. Это отдельная история, что это за коробки. В общем, они большие. Ставить их некуда. Занимают много места. Но я думаю, что надо и сами выкройки тоже прошерстить. Вот про что я говорила, что выкройки из белой бумаги занимают много места. Вот, например, вот эта какая-то огромная. В то время как из пищи и бумаги они потоньше. В общем, я вот думаю, наверное, здесь у меня где рабочее место. Сейчас я вам покажу. Наверху, вот здесь, можно снять вот это, переместить и повесить пару полок. И переставить эти выкройки. Наверное, я их положу каждую в файлик, чтобы было удобнее искать. Потому что здесь искать сейчас крайне неудобно. И сделаю здесь вот полочки. Моя кнопочка. Это мой портрет. Нарисовала мне Маша, моей подруги, дочка. В общем, не отвлекаемся. Пересортирую. Выброшу то, что не буду шить. Есть такие выкройки, которые я повторяю. Например, вот футболка Аля, которую я вам тоже в прошлом видео показывала. Вот это. Вот это шорты тоже. Тоже, которые я уже несколько раз шила. Мама шила малышу. Шорты Лесли. Женские. Трикотажные, очень удобные шортики. Вот. Так что сейчас этим займусь тоже и покажу вам, что получится. Вот и все. Перебрала. Кажется, что ничего не изменилось. На самом деле, это почти так. Вот эта папка там и была. Тут у меня детские выкройки для малышей я оставила. И вот такой там стоял чемоданчик. Папка тоже с такими разделителями. Я оставила буквально, наверное, меньше 10 выкройек, которые мне действительно могут понадобиться. Все остальное выброшу, чтобы оно не занимало место. В крайнем случае, выкройки электронные. Они у меня есть. Смогу заново распечатать. Ну, а эту бумагу, не знаю, в макулатуру можно сдать в школе. Периодически собирают. Вместе с этими коробочками избавляюсь от них. Потому что их мне хранить негде. Ну, и таким образом, необходимость в полке отпадает. Вот это я уже куда-нибудь умещу у себя. Ну, и на десерт покажу вам свои мини-квилты, которые у меня висят на одной стене. Просили в прошлых видео показать поподробнее. Вот показываю. Это такой квилт, арт-квилт. И вот этот тоже был когда-то у меня мастер-класс. Они состоят из кусочков ткани, выложенных по рисунку. Сверху накрыто фатином или органзой и закреплено стежкой. Это лисичка такая в современном стиле. Это еще в инстаграме, в запрещенной ныне сети, шили. Там же был когда-то обмен. Вот эту собачку мне прислала Алена из Германии. Очень она мне нравится. Дальше этот квилтик я шила сама. Просто такой коллажик с прикольной надписью. Здесь тоже сверху использована органза. На ней стежка и буквы просто приклеены. Вот этому квилту уже много лет. Я не знаю, около 11, наверное, или 10. Это имитация витража. Вот эти темные швы, выполненные густым зигзагом, называется это панно «Ангел сладких снов». Дальше работа тоже очень давняя. Примерно столько же ей лет. Называется «Жаркая пора». Шила я ее для конкурса. В Краснодаре раньше проходил фестиваль «Жаркая пора». Видите, там есть даже розеточка с первым местом. Занял этот мини-квилд первое место. У него такие объемные элементы. Юбочка объемная и цветочки. Это просто панелька. Картинка с панели. Вот эти ткани американские с картинками. Я ее обрамила лоскутами. Сделала несколько бордюров. Вот показываю вам в сравнении с рукой. Тут мелкие детальки. Это тоже такая же интерпретация панели. Просто добавила подходящую ткань. Вот такой маленький квилтик с аппликацией. Аппликация с открытым срезом. Прошита просто вот так нитками. Как будто бы нарисована карандашами. Это шили во времена ковида. К сожалению, тут стойко мешает показать близко. Это тоже с мастер-класса образец. Витраж. Такое сердечко небольшое. Вот эту работу подарила мне моя учительница Светлана Першакова. Тоже занимается пэтчворком. И в школе она была моей классной руководительницей. Смотрите, какие мелкие детальки. Вообще у Светланы Алексеевны такие всегда очень аккуратные. и ювелирные работы. И я, честно говоря, у нее выпросила этот пейзажик. Очень уж он мне понравился. Очень красивый. Дальше идет такая машинка. Это авантюра. Иногда провожу такие игры. Когда шьем неизвестно что, несколько этапов шьем вслепую. И в конце получается уже какой-то блок. Это просто ягодка. Не помню, когда я ее шила. Это тоже артквилд. Как и первые два, которые я сам ее показывала. Здесь тоже вот такие мелкие детальки. Аппликация. Такие цветы в корзине. Вот это следующая работа. Тоже очень интересная. Когда-то на форуме я общалась с разными рукодельницами со всего мира. И вот центральный кусочек ткани это мне прислала из Америки одна женщина. А вот эти пуговички разные в швейной тематике прислала другая рукодельница из Франции. И все так совпало. Я решила объединить их в такое небольшое панно. Миниквилтик. Шкодные коты наводят порядок в мастерской. Кого-то это мне напоминает. Это тоже из мастер-класса по витражу. Такой вот обратный витраж. Очень простой. Учились когда-то делать с девочками. Ну и вот так они выглядят в целом. Украшают мою мастерскую. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok